Привет друзья, с вами Растафари и совсем скоро уже 27 января стартует корейская ОБТ замечательной игры Блесс Онлайн, а предсоздание персонажей доступно уже сейчас. Представляю вам гайд как начать играть на Корее в Блесс Онлайн. Открытый мир, приручение всего и всех, никаких огородов, полеты на драконах, морской контент, фри пвп, фракции, арены, открытые данжи, мировые боссы, масштабные осады, ну и обычный фокус на пвп в открытом мире как в любой игре такого типа. Да и редакторы в общем конечно не хуже мира БДО. В общем я уже жду старта и представляю вам небольшую инструкцию как присоединиться ко мне. Итак друзья, так как это Корея, без покупки верифицированного бумаг аккаунта никуда не деться. Стоит он 10 долларов. Просто на заряденном аккаунте без корейской сим-карты на руках вы не сможете его верифицировать и поиграть как следствие. Так что покупать все равно придется. Приобрести аккаунт можно как обычно на сайте ОБТ Гейм, там же где мы раньше покупали аккаунты Блэк Дезерт. Ссылка на него вы найдете в описании и в презентациях прямо на экране если смотрите с компьютера. А по промокоду IMRASTAFARI вы получите еще небольшую скидку от моего канала для подписчиков. Оплатить как всегда можно через PayPal или по кредитной карте. У кого ее нет смело делайте виртуалку в Kiwi или в Яндексе и платите ими через PayPal Гест. Оплатили заказ, через несколько часов вам придут данные в письме для входа в него. Там же есть инструкция как поменять пароль и другие данные. Для загрузки клиента заходим на сайт под своим логином и паролем. Ссылку на скачку клиента я оставлю в описании. Там на страничке есть два варианта скачать весь клиент или только лаунчер через который вы спокойно сможете даже частями докачать клиент. Ибо весь клиент весит более 20 гигов, именно установщик. Так что я качал через лаунчер. Это левая кнопка. Скачали лаунчер, запускаем. Черной кнопкой выбираем путь для закачки клиента. Далее на первую красную кнопку запускаем закачку. Вторая красная кнопка ставит ее на паузу. Во всплывающих окнах всегда жмем левую кнопку. Это да. Серая кнопка закроет загрузчик. Скорость закачки в принципе небольшая. Около 1-2 мегабайт, хотя иногда скакал у меня до 6-7. После того как все скачалось, заходим в папку со скаченным клиентом или же просто жмем синюю кнопку и запускаем экзешник для установки. Выбираем опять же куда ставить и после установки уже заходим на сайт для запуска игры. Жмем на старт. Если начнут всплывающие окна появляться, тут у вас два варианта. Или ваш аккаунт не верифицирован, или же вы пытаетесь запустить без смены айпишника на корейском впне. Я пользуюсь впн-гейт, ибо нужен он только для запуска клиента, плюс пользуюсь втфастом для снижения пинга. Идеальная комбинация, кто не хочет платить за втфаст, но дело ваше, там есть и триалка бесплатная. В общем и целом запускаем впн, выбираем корейский сервер и подключаемся к нему. После на сайте обновляем страничку и жмем старт. Очень вероятно, что будет ругаться на отсутствие помог запускатора. Там же жмем на красный текст и скачиваем этот лаунчер и ставим его. Перезагружаем страницу и еще раз жмем старт. Запустится сам лаунчер и начнется проверка установленного клиента. После запустится обновление античит программы. И наконец запустится сам клиент, а попутно на рабочем столе появится и ярлык игры. Как только доходите до выбора серверов, смело отрубаем впн и играем на родном пинге. Для игры пока был выбран четвертый в списке сервер, смотрите похожий как на экране. Их там много и на половине уже полностью занято предсоздание разных рас или одной или другой фракции. Если фракция при выборе перечеркнута, значит пока ее там создать нельзя. Я планирую играть за юнион со значком дракона. Для игры уже вышел полноценный англофикатор. Возможно будет конечно и русификатор, ссылочку на англик, а в будущем русик вы найдете в описании к видео. А если смотрите с компьютера, то смело жмите на аннотации на экране. Ставим английский патчер, разархивируем его в папку с клиентом и запускаем от администратора, а там дальше просто смело жмем кнопочку апдейт и запускаем игру уже на английском. Все становится понятно и можно будет спокойно создать персонажа. На этапе предсоздания можно создать персонажа только на одном сервере, но и удаляются они мгновенно. Так что ближе к 20 или 21 числу вместе решим на какой сервак мы двинемся у комьюнити. А пока что предлагайте свои варианты и пишите свои фракции, расы, классы в комментариях. Обзор по ним будет уже скоро. Надеюсь, что данный ролик для вас был полезен. Обязательно поставьте лайк и поделитесь им с друзьями. У меня на этом все. Подписывайтесь на канал, вступайте в мой паблик в ВК и обязательно ставьте лайки, ведь именно от них зависит скорость выхода новых видео. Всем удачи и увидимся на просторах Блесса онлайн, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok